это расклад на некро втором что нужно сделать успеть до нового года чтобы войти в новый год с благополучием заложить следующий год очень удачный и что заодно произойдет в декабре посмотрим все вместе некро я выбираю что подсканировать негатив и заодно привлечь помощь сил это будет с коррекцией через кого коррекция скажу в конце может быть можете загадывать варианты 12 вариантов я начинаю с первого что-то расклад ритуал такой коррекция но благо уже начинаем переходить к новому году и закладывать его цикл могу сразу сказать что следующий год все-таки будет полегче переход этот год был быка бык безропотно несет свой воз но тигр уже борется за свои права во всем так что давайте смотреть выбирайте вариант ставьте на паузу первый вариант император 4 аркан перевернуты тройка пентакли прямая вам нужно во первых тройка пентакли она говорит о том что деньги на все таки зарабатываете понемножку но зарабатывайте но очень тяжелым трудом императором перевернутой что очень много терпите от неправедности людей и властей сделать вот тут ничего не можете на самом деле просто ждать и перетерпеть вот этот период он бездействия вам просто нужно продолжать тихо тащить эту лямку просто терпеть механически почему потому что император он перевернутый поэтому сделать вы ничего особо не можете ваши силы сейчас скованы и из благ доступных император у вас только тройка пентакли тройка ключей но это время в то же время это обучение и говорит чтобы этот период завершился чтобы вы с него вышли и чтобы пришли к чему-нибудь вам нужно что-то изучить но не из эзотерики такой абстрактные магия она немножко к другому относятся это должно быть практическое связанную с собственным деятельностью хоть ремесло хоть кройки шитью но должны чем-то загрузить ваш ум и получить какие-то знания может вы пойдете на курсы вы можете учить что-нибудь онлайн в чем-то развиваться и тогда ваш император повернется ваша жизнь улучшится ваша плата на данном этапе за вашу лучшую жизнь эту учеба можете выбрать все что угодно и как-то это освоить хоть торт печь починить машину каждый выбирает для себя что-то интересное кто-то увлекается животными изучить что-то об этом вот это оплата и тогда вы с гораздо лучшим багажом выйдете к новому порогу к новому дому и будете императором ваше положение резко улучшится вы перестанете терпеть вот оплата это такая такой первый вариант нас переходим ко второму второй вариант тройка кубков перевернута пятерка пентаклей перевернута вам надо закончить какие-то изжившие себе отношения просто изжившие и когда вы подумаете вы сразу же догадаетесь о ком или о чем речь это вас только разоряет это отнимает ваше здоровье это отнимает ваше время это отнимает ваши силы и ничего там восстановить нельзя что ушло то ушло если вас кто-то терзает в памяти из далекого прошлого ваш бывший близкий человек ваши родственники да неважно кто и вы все переживаете по этому поводу все равно прошлое вернуть нельзя если вы хотите удержать то что есть то не удержите это бесполезно у вас две карты вниз это только за забор силы забор энергии заборы всего это отнимает ваше время это поглощает ваши мысли это поглощает все ваши усилия и пожирает тем или иным путем ваши финансы или впрямую или косвенно эти отношения вас разоряют и неважно что вы не можете заняться чем-нибудь потому что вам мешают эти отношения вы не можете встретить кого-то кто бы вам помогал это тоже или этот человек даже крадник или вампир результат одинаковый при нем теряете свои финансы вы теряете свое благополучие вы все теряете и и ничего хорошего вам этот человек не несет так вот чтобы в новом году этого не было чтобы вы могли встретить наладить хорошее отношение по тройке кубков это очень счастливая карта и чтоб пятерка пентакли стала прирастать превратилась минимум в шестерку вам это надо закончить вот такой совет второй вариант а мы переходим к третьему третий вариант двойка кубков прямая влюбленные перевернутые если у вас были ссоры или разлада или сомнения в личной вашей жизни они уйдут и вам надо добиться примирения вот все что вам нужно сделать принять вас ждет удивительная любовь и судьба если вы были разочарованы у вас было одиночество что рядом нету близкого он появится он появится и вам надо тогда отпустить свое одиночество или ритуалом или просто сказать я тебя отпускаю я жду вас ждет любовь в любом случае и двойка кубков и шестерка шестой аркан влюбленные это естественно любовь это пара это семья это брак то мечта ну может быть у некоторых это ребенок если у вас это есть уже это налаживание отношений в паре это значит с этим человеком будете до конца но вам надо смириться с некоторыми его недостатками потому что влюбленные перевернуты не ищите совершенно идеального партнера человека таких не бывает то что вас есть или вам встретиться это и есть ваша настоящая вторая половина ваша любовь такая она и есть может не то что вы мечтали это именно ваша пара никто не говорится что пара это именно то что вы мечтали это на самом деле не так это далеко не у всех людей есть пара вернее вы станете такой парой иначе как вы догадываетесь в мире не было бы столько одиноких людей если бы у каждого человека была истинная половинка все вы друг по другу быстро нашли нет это редкость это исключение но у вас это будет оставьте либо свои сомнения либо конфликты и просто не требуйте от другого чтобы он был идеальным человеком нет идеальных людей не бывает вот просто примите как есть и еще говорит если у вас будет выбор как поступить то не принимайте решение быстро вот пожалуй единственный совет что вам дает третий вариант и мы переходим к четвертому пятый вариант отшельник перевернутый десятка кубков прямая время вашего отшельничества вышло время вашего уединения вышло вас ждет исполнение желаний вы очень долго накапливали знания вы были отстранены где-то от жизни вот этот период заканчивается и вам надо подготовить и набрать свои желания вы заслужили за свой ум за свою где-то иронию к миру вы заслужили исполнение желания и оно к вам придет пришло время пользоваться плодами своих усилий своих знаний своего ума но в целом ваша задача все равно накапливаете знания вы не активно действуете где-то пассивно вы накапливаете знания потом к вам приходит ваша награда ваше исполнение желаний ваши амбиции будут удовлетворены это одно а второе что у вас был человек который вам очень досаждал или люди это уйдет это уйдет это будет вашим желанием и вы обретете покой причем это не сосед нет это человек который очень долго или люди досаждают очень вас мучают в реальности даже власть это может идти сюда по отшельнику что-то с работой что-то с государством вас это мучает вы уже устали вы изнемогаете к вам придет освобождение это будет в исполнении вашего желания вот такой пятый вариант мы переходим к шестому пятый вариант отшельник перевернутый десятка кубков прямая время вашего отшельничества вышло время вашего уединения вышло вас ждет это будет это будет исполнение желаний вы очень долго накапливали знания вы были отстранены где-то от жизни так вот этот период заканчивается вам надо подготовить и набрать свои желания вы заслужили за свой ум за свою где-то иронию к миру вы заслужили исполнение желания и оно к вам придет пришло время пользоваться плодами своих усилий своих знаний своего ума но в целом ваша задача все равно накоп вы накапливаете знания вы неактивно действуете где-то пассивно вы накапливаете знания потом к вам приходит ваша награда ваше исполнение желаний ваши амбиции будут удовлетворены это одно а второе что у вас был человек который вам очень досаждал или люди это уйдет это уйдет это будет вашим желанием и вы обретете покой причем это не сосед нет это человек который очень долго или люди досаждают очень вас мучают в реальности даже власть это может идти сюда по отшельнику что-то что-то с работой что-то с государством вас это мучает мучает вы уже устали вы изнемогаете к вам придет освобождение это будет исполнение вашего желания вот такой вот такой пятый вариант мы переходим к шестому шестой вариант туз жезлов прямой паш жезлов перевернутый слушайте ну тут однозначно что вам нужно делать у вас порча и такая самая самая крутая и кратник еще стоит снимайте и срочно до нового года тут особо нечего и говорить пока вы не снимите ничего у вас не наладится чтобы вы не поднимали чтобы вы не делали это распадется это разладится и вам будет очень сложно в любом случае это будет очень сложно вы должны это разбить ну это вам профессионал ставил и порчу и кратник это делал реальный профессионал это не любительская работа это не соседка это не бабушка с деревни там землю с кладбища принесла нет такой уже по полноте мастер ставят кто-то на вас по какой-то причине заказал но он взялся сейчас не расследуем почему это делалось за что просто вот такое сделайте срочно и до нового года вы должны успеть если вы получили это предупреждение это хорошо это неплохо это не страшно гораздо хуже если вы не понимаете что с вами случилось почему с вами случилось и от чего с вами случилось потому что это по полной тут еще много всяких сочетаний как это работает каким путем сделано но все это значение не имеет тут просто надо снимать вот такой шестой вариант и судя по шестому варианту вам это делали и с работой и с любовной как это это было по любви по ревности по соперничеству в любви или столько приворотов на вас навешали что это портя стали или коллеги на работе но скорее всего с двух сторон имейте это ввиду вот такой шестой вариант переходим к седьмому седьмой вариант кстати очень похож на предыдущий но не в таких масштабах на шестой вариант если вас интересует то можете посмотреть у вас порча настоящая но не такая глобальная масштабная как в том не могу сказать что это такой мастер стайл он слегка у вас и на деньги порча и на закрытие дорог и на развал семьи вам надо вам информация снимайте и срочно а то именно порча в чистой воды у вас развалится и работа и семья и дороги вам перекроются и денежные порчи снимайте и снимайте если есть возможность обращайтесь к мастеру если нет но все равно изыщите возможность обратиться к мастеру в воздухе это не растворится не развеется не рассеется вообще если вы слышите что порча там в воздухе развеивается и рассеивается тут скорее фантазии или человек не хочет говорить как он работает но она не развеивается она снимается и не отмаливается очень многие считают что молитва снимает молитва порчу не снимает сразу могу говорить ее снимают ритуалом таков закон миросилы он неотменим ничего вы тут не сделаете потому что через богов ставят порчу только так кстати говоря через них же снимают но ритуалами или если вы практик ну или просите другого практика или сами снимаете ну у вас так хорошо очень села но она не очень сильная пятерка и четверка но и это и не двойка и не тройка все таки так что имейте вот такое в виду делайте до нового года срочно чтобы пойти в новый год с новой жизнью и не страдать вот такой седьмой вариант переходим к восьмому восьмой вариант и восьмерка это знаменует собой справедливость здесь заслуженную судьбу заслуженную тут всадник жезлов и семерка мечей на некротаро всадник жезлов это столб силы это говорит что у вас очень сильное основание вы очень будете твердо стоять на ногах и до конца этого года и в следующем что у вас есть основание у вас есть доспех у вас есть броня от которой отскакивают вражеское оружие ни магически ни физически они вас не пробьют говорят о том что по семерке мечей вашу защиту пытаются пробить ноги но не пробьют еще семерка мечей это эмоции на вас кто-то давит особенно из ваших близких вы очень нервничаете по этому поводу но нужно держаться потому что вы правы ваше рассуждение сейчас не по эмоциям они практичны они лучшие вот вам надо держать этот напор чтобы не совершить ошибки вы должны выдержать а вас атакуют и атакуют и люди со своим мнением это больше такое микрократник пытаются кто-то поставить а кто-то давит как бы эмоциями вот вы должны держаться и не обращать на это внимание у вас будет силы на это и вот это ваша задача если вы выдержите но вы выдержите в любом случае должны быть спокойны и сохранять спокойствие и гнуть свои линии все будет хорошо вот такой восьмой вариант восьмой 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 до порога до порога восьмой до порога в котором разрушение от кораблек от кораблекрушения от катастрофы это не жесткость это забота вас заботятся но если вы практик прервитесь до конца следующего года иначе вы себя порушите не силы вас порушит и не враги и никто вас не предаст и не обманет и не подставит но вам говорят стоп прервитесь на год свою магию пассивно можете слушать сколько угодно делать ничего вы дошли до того порога когда сами себя разрушаете не потому что вы творили зло а потому что есть вещи которые делать нельзя прежде всего по отношению к самому себе еще и еще раз повторяю если вы предприниматель ничего не делайте и кто бы вы ни был вам запрещены любые разрушительные шаги продавать и покупать недвижимость вкладывать акции но прежде всего рисковать своим здоровьем и здоровьем своим близким горные лыжи вам не грозят и горный альпинизм все забудьте на год вас сейчас беребут катастрофы скажите спасибо а не сетуйте на судьбу вот такой девятый вариант и мы переходим в десятом пятерка кубков перевернутый паш кубков перевернутый третий кстати любовный вариант очень много очевидная личная жизнь очень волнует можете посмотреть в начале не помню было два варианта тоже на любовь они очень перекликаются автолюбовные разочарования причем непривычные для вас потому что пажа кубков очень любит это эмоциональное переживание это душевные травмы вы не чувствуете себя так защищенным как обычно чувствуют люди не в таком теплом коконе вы нуждаетесь в этом но это говорит что это приходящее проходящее это просто такая полоса это не гибель это просто такая полоса и не надо так отчаиваться и не надо думать что вы одиноки пажи кубков не бывает одинокими но вы перевернутый паж кубков поэтому у вас всегда по жизни это ваша судьба вы будете то любимые то разочаровываться и терять потому что ваша карта изначально перевернута это ваша проблема это не проблема ваших партнеров и может быть вам самим стоит быть иногда более терпимы не стремится кого-то рвать или наоборот не завязывать связи с тем с кем не стоит завязывать проблема в том что у вас и та и та проблема вы перевернуты паж кубков и поэтому это такая полоса но стоит подождать и относиться к этому спокойно вот примите это как данное как есть и тогда у вас все встанет на свои места почему это было это не наказание никакое никто там и не важно может вы думаете что кто-то там подставил кто-то оклеветал но на самом деле проблема это в вас и вас так и всегда будет и примите себя таким каким вы есть какая вы есть и может быть со временем это поменяется что-то вам тоже надо в себе поменять какой-то свой стиль когда вы посидите и подумайте вы поймете за что происходит в конце концов развал вам надо учиться анализировать свои собственные поступки свои собственные мысли свои собственные чувства вот когда вы это проанализируете от вас период этого анализа может быть вы это избавитесь но проблема в том что избавить от этого вас может только вы сами ни психотренинги ни психотерапевты ни все учителя в мире вас от этого не избавят потому что это в ваших эмоциях но вы можете исправить это сами вот такая вам подсказка десятый вариант мы переходим к одиннадцатому одиннадцатый вариант и уже четвертый вариант про любой у нас очень многие перекликаются девятка кубков перевернуты и луна прямая восемнадцатая арка ну вообще луна она не кротарол это вообще особо это высшая магия это высшая магия она пришла в вашу жизнь если вы хотели переехать вы переедете вначале вы будете недовольны но на самом деле это очень-очень счастливый период жизни если вы хотели приобрести недвижимость вы приобретете к вам придет еще семья и вы все время будете вначале недовольны разочарованы высказывать под перевернуты девятки кубков Но на самом деле это очень счастливый период. Если вы практик, ваше искусство растет. Вам надо работать именно с богами по высшей магии. Это особо хорошо для белых магов. Хотя они редко по прямой луне и по девятке кубков. И работает больше всего ваши эмоции. Они хлещут через край. И ваши эмоции это щит и меч. Но в любом случае, если вы и не практик. Все равно ваши эмоции, ваш щит и меч. Вы в любом случае очень интуитивный человек. Вы способны предчувствовать. Вы видите вещи и сны. Или у вас просто работает интуиция. Но что вы обладаете даром заглянуть в будущее, это точно. И материальное ваше положение совсем неплохо. Оно улучшается. Несмотря на то, что вы думаете по-другому. Вы обретете и имущество, и семью, и дом. Я говорю, с большими разочарованиями, которые в общем-то совершенно ни к чему. Ну, эти девятки кубков, это просто как бы взрывы эмоций. Это разочарование. Но на самом деле ничего плохого не происходит. И такой совет от сил, что вам надо просто успокоиться. Воспринимайте спокойнее происходящее. Ничего плохого не произошло. Ничего. Вы можете обрести новую родину даже. Всё идёт очень хорошо. Всё. И вас защищают даже с мечом. У вас есть и защита, есть и мечи, есть и щиты. По жизни счастливый человек. Вы счастливчик. Кто бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, вы счастливчик. Просто успокойтесь. Это больше такие нервы больше напоминают девушку, чем мужчину. Но если вы мужчина, такое тоже может быть, то просто у вас какой-то момент шалят нервы. Если вы мужчина, вы это очень легко преодолеете. Просто надо включать разум и подумать, что в реальности есть разложить плохого и что есть хорошего. Женщине тут сложнее, потому что они просто во власти своих эмоций пребывают. Это единственное отличие. Ну, такой больше женский вариант, потому что очень много нервов. Ну, и у мужчин такое тоже бывает. Бывает. Но у мужчины это быстро пройдет. Женщине это справится намного-намного тяжелее в силу просто природных эмоций. Луна и кубки, они подхлёстывают друг к другу. Еще это говорит, что вам хорошо жить у воды. По луне. И вот у вас и одежда красивая. Смотрите, какая луна красивая. И радость, и любовь, и счастье. Просто успокойтесь. И даже если вы сейчас испытываете какой-то недостаток материальных средств, кубки перевернуты вместо привычных, они наполняются. Вот такой одиннадцатый вариант. Переходим к двенадцатому. Двенадцатый вариант. Последний. Пятый аркан иерофант перевернута. Шестерка пентаклей перевернута. А у вас перекрылись дороги к вашей карьере, к вашей работе, к вашему социуму. И неважно, по какой причине. То ли внешний кризис, то ли вы не нашли контакт. Хотя вы человек очень контактный, вы успешный в обществе, вы образованный. У вас от природы живой ум по иерофанту. И шестерка пентаклей – это довольно стабильный доход. Пусть не очень большой, но в сочетании с иерофантом это совсем не маленькое. Так вот вам это перекрыто, но и расстраиваться ничего не стоит. Ищите новое общество, ищите новую работу, ищите новые пути заработков, потому что старое перекрыто. Ну, как бы закончилось. Когда речка мелеет, бессмысленно таскать воду ведрами и наполнять ее, потому что обычно берут из речки. Вот этот ваш источник, он пропадет, он пропадает. Это привычное общество, может быть, вам пропадает. Привычный стиль мышления, но иерофант очень легко перестраиваться. Вы должны просто перестроиться и сказать, да, вот это так есть у вас. Есть и воля, и практичность, и хватка, и умение устраиваться в жизни. Ну, так скажите, да, так есть, он перекрылся. Ну и что с это? Ну и что, что он перекрылся? А я найду другое, вы найдете. Да, так случилось, это не ваша вина, но так случилось уже, так есть. Вам просто надо найти другое, вы его найдете. Такой вот двенадцатый вариант. Вам просто надо искать новое, направьте свой ум. Это дороги закрыты не на все направления, именно старые. Иногда приходит момент, когда старое листво падает для того, чтобы выросла новая. вот у вас такой период. Но не по вашей вине, а по социальной вине. Это вина всего общества, всего социума. Что так случилось? Это не ваше личное, но другого варианта нет, устраиваться по-новому. Но у вас это получится. Не могу сказать, что мгновенно и легко. Обе карты перевернуты, но получится. Иерофант. Иерофант, он никогда не пропадет. Вот такой двенадцатый, последний вариант.